Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. День добрый. На этой неделе Русская Православная Церковь отметила первый в церковном календаре двунадесятый праздник Рождества Богородицы. Научно-производственное объединение мир к этому празднику осветило реконструированную Церковь Рождества Богородицы. В 2002 году была построена часовня, а год назад ее начали расстраивать. И вот все работы закончили к празднику. Этот материал не носит рекламного характера. Это просто добрый пример русского пути предпринимательства. Рождества Богородицы Наша Руссия, Дом Престой Богородицы, у нас все органично, у нас все единое и небо, и земля. Небольшую ведомственную церковь Рождества Богородицы при научно-производственном объединении мир построили в 2002 году. Двери всегда здесь были открыты для верующих не только предприятия, но и близлежащих домов. Предприятие успешно пережило экономические невзгоды и, когда вышли на показатели докризисного уровня, решили небольшую церковь расстроить. За полтора года возвели новые стены, подняли купола и кресты, построили звонницу. В день Рождества Богородицы осветили малым чином, так как место уже освященное. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Начиная от проекта зодчего Геннадия Адаева и до практического воплощения, все дело рук сибирских мастеровых. Богатое керамическое убранство над входом и пределами, почти как на Успенском кафедральном соборе, золотые с синим луковки небольших куполов, металлические кружева на главном куполе. Уральским мастерам заказывали только два центральных креста. ПЕСНЯ Николай Солодухин пробует себя в звонарном деле, имеет право. В этом храме и его труд. Крепление купола варил, внутри варил, снаружи варил. Сварочных работ много. ПЕСНЯ Ну и цели, это, конечно, для жителей этого поселка. Это первая цель. Вторая, это, значит, вот этот видимый образ связи русского человека с Богом через храм, где мы вместе объединяемся. Ну и третья, значит, конечно, это, чтобы не погибнуть в этой жизни предприятию. Чтобы остаться жить, значит, есть путь спасения для предприятия, для человека, только с Богом. Это русский путь. Он как и на Голгофу русский, так и в жизнь. ПЕСНЯ Свой путь в оцерковление Александр Беляев начал в начале 90-х. Тогда и семья за ним последовала. Сегодня дочь Анна с супругом и тремя детьми рядом с отцом. С пеленок самого рождения я их ношу в храм каждое воскресенье, причащаю. Поэтому у них как-то даже вопросов не возникает, что, зачем, почему. Пока. Ну, я думаю, не возникнет. То есть Господь, это наш отец, они это понимают, идем куда в воскресенье, идем в гости к Богу. Все, пошли, пришли, перед храмом нужно перекреститься, поздороваться с Богом, поздоровались. Мы знаем, что идеология, она не может исчезнуть. Даже если нет какой-то конкретной идеологии, то сумма идей, имеющей в жизни общества, движения, она становится той идеологией. И чем иметь какую-то стихийную, ну, сами собой, странники ведь растут. Поэтому лучше что-то сеять. И лучше, кроме как семени евангельского, кроме как Слова Божия, пока еще не нашли. Праздник Рождества Богородицы, введение во храм Пресвятой, Рождество Христово, праздник Сретения и Благовещения. Все они относят нас к рождению избранных чад. И, конечно же, мы в эти праздники вспоминаем и рождение в наших семьях. Путей приобщения к православной традиции много. И один из них – это приобщение через певческую традицию, традицию хора. Об этом мы и говорим сегодня с регентами двух хоров, двух детских церковных хоров. Злата Степанова, добро пожаловать. Здравствуйте. Это Свято-Успенский кафедральный собор и Татьяна Доценко. Это Христорождественский собор Омска. Здравствуйте. Добро пожаловать. Злата, и Татьяна, вопрос уже к вам. По каким причинам, на ваш взгляд, в Омск-Катарской епархии так долго не было детских церковных хоров? Давайте мы будем говорить об объективных причинах, а не субъективных. Очень не так много воцерковленных семей, в которых детей приучают именно с самого младенчества, с самого детства ходить в храм, соблюдать традиции церковные, в которых молитва звучит каждый день. Поэтому, я думаю, еще в этом сложность, очень мало воцерковленных семей. Ну и те, которые ходят в храм, дети очень трудно воспринимают церковно-славянский язык. И, наверное, не обязательно имеют музыкальный слух, да? Не обязательно имеют музыкальный слух, хотя почти все дети очень любят петь. И в садиках, и в школах все поют. Но молитва, и церковно-славянский язык, и церковное пение отличаются от простой музыки, от простого пения. Поэтому это немного сложнее, и, может быть, еще это отпугивает детей многих. Приводит, конечно, мама или бабушка. Папа очень редко приводит. И сразу видно, будет человек ходить, маленький человечек этот, будет ходить или нет. С какого возраста приводят? Вот самые маленькие у нас были пять с половиной лет. Ко мне приводили в четыре с половиной года, вот совсем на днях. Маленькая девочка, четыре с половиной года. Но я считаю, что не обязательно семья должна быть воцерковленная. Важно, чтобы желание было у ребенка. Если ребенок пришел, он говорит, вот мама, я хочу петь в хоре. И тем более в церковном хоре. Мне кажется, надо поддерживать это. Потому что, может быть, через музыку, тем более через церковную музыку, ребенок придет к вере. Слушайте, вы серьезно полагаете, что ребенок в четыре с половиной года подходит к маме? И на чистом русском языке, выговаривая букву «Р», говорит «мама, я хочу петь в церковном хоре». Если ребенка ни разу в церковь не привели. Если ни разу не привели, ну, может, по телевизору вполне услышать. Церковный хор, церковное пение. Потому что дети сейчас, в основном, возле телевизора. И многое видят по телевидению. Поэтому вполне возможно, что ребенок может подойти и сказать «мама, я хочу петь в церковном хоре». Или, например, «мама, мне очень понравилось, как пели, а я тоже хочу, отведи меня, пожалуйста, туда». Вот, и очень многие детки, которые... У вас много так пришли? Нет, не много, но есть такие дети, которые действительно пришли, увидели, но которых привели. Привели бабушка, в основном бабушки, потому что как-то они чаще ходят в храм, у них больше времени. А, они чаще бабушки. Да, и они приводят, и если, например, во время литургии они увидели, что поют детки, вот уже увидели, что поет хор, очень много после этого стало приходить детишек, которые действительно хотят петь. И не обязательно у них должен быть голос, слух есть у всех детей, и просто его нужно развивать. Ко мне пришли детки, которые абсолютно двух нот спеть не могли, гудошники, как называется, музыканты, гудошники. А что это означает? Они сидят, слушают хоровое пение, могут слушать год, могут слушать два года. И когда-то в какой-то момент у них случается... Начинают петь. Начинают петь. А так они вот на одной ноте, они гудят, почему гудошники им их называют? Они гудят на одной ноте, вот буквально вот одна нота и все, диапазон абсолютно никакого. И такое ощущение, что и слух абсолютно нет. Распелись? Они распелись, да. Вот мы год, получается, существуем, 27-го, как раз на крестовоздвижении, нам будет год. И они распелись, и они поют замечательно, и причем мы поем двухголосие, и сейчас пробуем трехголосие петь. И они держат свою партию. Трудные тексты на церковно-славянском языке. Вы уже обе об этом сказали, что они довольно сложны и для произнесения, и для понимания. Как вы детям объясняете незнакомые слова, которые уже сегодня в обиходе просто не участвуют? Знаете, дети в этом возрасте, даже в возрасте 6 лет, учат все на слух. Вот у меня в этом году из хора пошло 6 человек в первый класс. То есть они уже год целые пели у меня в хоре, не зная букв. Да, у нас есть дети, которые в садике даже не ходили, да. Но мальчик, например, каждую службу в храме с пеленок, да. И он эти все тексты знает наизусть. Ему только скажи, Богородице, он сразу говорит. Даже мы еще не занимались, он все уже говорит. Но что это значит? Это значит, семья воцерковленная, и ребенок даже не подозревает, что он многие тексты знает. И дети, у меня вот 6-летние дети, я им партии даю, да, иногда с нотами, иногда без нот, тексты просто. Они туда не смотрят. Я говорю, ты смотри текст, следи. Им легче на слух воспринимать. И знаете, ну я не знаю, это чудо какое-то, они быстро учат, даже быстрее взрослых детей, которые читают по бумажке. Дети, которые читают по бумажке, они привязаны к тексту, да. И очень часто в музыкальной школе поем наизусть, партии убираем. Они не могут убрать партии, потому что они привязаны к тексту. А дети 6-летние, они все сразу как-то схватывают. Вот у вас есть такие ребятки, родители которых не верят, возможно, в церковь не ходят, а детей привели. Потому что церковный хор это хорошо, плохому не научат. Но вот у меня таких детей нет. У меня есть. У меня есть такие, да. Например, бабушка верит, а мама с папой, ну, могут прийти в храм, поставить свечку. Например, мама может в храм прийти, поставить свечку, а папа, ну, далек. Здесь мы без осуждения совершенно. Конечно. Иногда папа приходит за ребенком и интересуется чем-то. А что вы сегодня делали, а что сегодня делали, какие молитвы учили. Ну, очень как-то радостно видеть таких пап, которые интересуются. Ну, в основном вот бабушки и мамы, да, приводят. Бабушки и мамы, да. И очень многие дети, которые вот пришли после хора, после храма, они рассказывают дома в семье. И вот действительно дети просвещают родителей. Сейчас такое время, что в основном дети родителей просвещают. Поэтому я считаю, что очень важно, чтобы ребенок именно с младенчества попал в храм, чтобы ему потом было намного проще по жизни идти. Ну, вот мы уже говорили о том, что регент – это не только музыкальный работник. Музыкальный работник, он в музыкальной школе. А у вас еще вы преподаете, ну, я даже не побоюсь этого сказать, краткий курс катехизации. Все равно вы какую-то логику в церковную службу, в знание церковной службы, вы привносите. Вы объясняете детям, что, зачем, почему поется. Даже в оцерковленных семьях дети зачастую не знают молитв. Я таких очень много встречала. Когда мы изучаем что-то новое, мы обязательно объясняем. Объясняем, когда это поется, что происходит на службе в это время. Вот, например, тебе поем, да, основное песнопение, литургии. Мы объясняем, что там происходит. Почему, например, закрыт алтарь, и что там вообще? Что-то таинство, главное таинство происходит в храме. Вот, поэтому по ходу того, как мы изучаем новое песнопение, мы стараемся объяснять им. Мы на занятиях еще год прошел, да. Я перед каждым праздником объясняю, что за праздник, с кем связан, что происходит, что будет в храме. Они ждут, например, ждем Святую Троицу, да, праздник Святой Троицы. Но он визуально очень красивый, все украшенный. Дети, храм сегодня будет потрясающе красив. Да, очень красивый. Для ребенка, конечно, очень важна картинка. Они пришли в храм, они все это увидели, атмосфера совершенно другая, настроение сразу создается. Конечно, по-другому воспринимают. У нас у хора есть такая традиция. Мы, вот когда нет поста, мы делаем день именинника. У кого день рождения, например, летние дни именинники, да. И в эти праздники мы делаем какие-то интеллектуальные задания, да. На знание церковных праздников, на знание литургии, да. Ну, какие-то такие интересные вопросы, на творческие задания. Рассказать стих, например, на православную тему, да, как бы православный стих. Или притчу какие-то. Дети с удовольствием это делают. Я прям их очень хорошо поощряю, ставлю оценки. У нас как бы есть оценочная система. Это что такое? Я веду журнал. Каждый день отмечаю ребенка и ставлю оценки по десятибалльной системе, по привычке. Училище, консерватория, десятибалльная система. Это не травмирует там никого? Нет, они бегут после урока ко мне. Татьяна Викторовна, что я сегодня получила? 9 баллов. Бежит к маме. Мама, я сегодня получила 9 баллов. Молодец, дочь. Ну, как бы, конечно, оценки для них очень много значит. Мы поем с пяти до шести, потом у нас идет чаепитие. Чай пьем, печеньки, конфетки немножко. Некоторые дети учатся не только в школе, но и на борьбу, ходят в танцы. И приходят, когда у нас занятия, они уже уставшие иногда, голодные. То есть у вас там не монашеки и не монашеньки? Нет, нет, нет. Мы учим смирению, конечно, но... Насколько это возможно? Дети абсолютно всякие. Есть вот церковленные такие в поведении, очень сложные. А есть ребенок, которого только привели в церковь, семья не будет церковленная. Он настолько хорошо стоит. Пятилеточка стоит, не шелохнется. Ты устала? Нет. Такие зайки молодцы. Мне кажется, когда ребенок начинает постоянно ходить в храм, он себя чувствует там как дома. И поэтому поведение от этого, мне кажется, страдает иногда. Я только хотела об этом сказать, потому что я вижу церковных детей, они там просто носятся, как бы площадки. Да, да, они считают, что они у себя дома, поэтому они себя там свободно абсолютно чувствуют, раскованно, они там все знают, каждый уголок. Ну вы им объясняете, что они в гости вообще-то к Богу приходят? Обязательно. И нужно вести в гостях себя. Причем объясняем это каждую репетицию, перед каждой службой. Вы, Татьяна, говорили про шестереток, это очень интересная тема. Современные психологи, педагоги говорят о том, что когда ребенок приходит в школу, у него наблюдаются очень серьезные коммуникативные проблемы. Проблемы логопедического характера, они все произносят. Как в этом плане пения в церковном хоре и такое особое направление коммуникации, которое у вас складывается, духовное в большей степени, влияет на вот эти вот моменты? В принципе, пение, оно очень помогает развитию речи, да? А пение церковное, оно еще с молитвой, да? У меня очень часто такая ситуация, ребенок сидит на уроке, с пяти до семи занимается, а мама сидит за дверью и читает молитвы о детях, чтобы занятие прошло с пользой, да? Один мальчик у меня пришел, совершенно все неправильно говорит, буквы «Р» не выговаривают, «Л» не выговаривают, «С» не выговаривают, вместо «Господи помилуй», «Гошподи помилуй». Я говорю, Банечка, это как? Ты почему? Ты можешь? Хотели пойти к логопеду, но батюшка, который наставник этой семьи, не благословил идти к логопеду. Не благословил? Не благословил идти к логопеду и говорит, вы лучше пойти в хоре и все само исправится. И правда, прошло полгода, этот мальчик пять репетиций вообще не пел, гудошником был. Пять репетиций прошло, он запел чисто. Гудошником был, да. Он запел чисто, и у него исправилась, ну не сразу речь исправилась, я все время каждый раз, каждую репетицию ему говорила, где надо буквы-то поменять. Я говорю, постарайся, не «Гошподи», а «Господи». Слава Богу, все. Сейчас чисто говорит, очень-очень чисто. Вы знаете, у меня какой вопрос? Вот очень хорошие коллективы есть, где просто детки светские песенки поют, там детские танцуют и прочее. Они, знаете, они такие какие-то деланные и хочут улыбаться, правильно вести себя, в такт раскачивать головой, поворачивать корпус, там девочки за юбочки держатся, мальчики как-то стоят. У вас такого возможности самовыражения внешнего нет? А как вообще детки вот к этому приноравливаются? Ведь, наверное, хочется и головой трясти, и там, и в такт что-то. Вот этот вот момент. Я не знаю, может быть, кому-то и хочется, и некоторым деткам, потому что детки все разные по темпераменту, и по характеру. Но вообще родители же воспитывают, особенно в девочках, скромность православных семей. Ну, наверное, да. Ну, по крайней мере, стараются воспитывать. Ну, по крайней мере, все хотят детям хорошего, просто понимание хорошего, оно иногда бывает очень разным. Да, я согласна. Я не знаю, может быть, они... Мы поем же не только вот именно молитвы, какие-то церковные песнопения. Мы поем песни, которые тоже связаны с верой, которые не такие строгие, может быть, более детские, в которых дети могут самовыражаться, потому что мы же не только в литургии участвуем, в божественной. Мы еще какие-то концерты происходят православные, в которых мы тоже поем. Мы стараемся учить песни о родине, чтобы и любовь к родине тоже прививать. Вот, поэтому я думаю, что они... В храме, конечно, им тяжело самовыражаться. Тем более, если ребенок поет на литургии, он не может там ни головкой покачать, ни за юбочку подержаться. Но в концертах, может быть, в общении, когда у нас репетиции проходят между собой, общение между детьми, вот тогда происходит самовыражение. Скажите, пожалуйста, Татьяна, как психологически дети меняются? Что в них меняется? На какой качественный новый уровень, может быть, они приходят? Сначала, когда мы начали петь литургии, да, внимания не было никакого. Как в хорах это все делается, да? В хорах есть определенные творители, младший хор, средний хор, старший хор, да? С младшего хора их учат. Смотрите на дирижера, пожалуйста, на мои глаза, на мои руки, да? Здесь они пришли не в младшем хоре, не в среднем были, ну, как бы вот только пришли, да? Внимания еще нет никакого. И перед каждым прошением, Господи помилуй им, глаза на меня, глаза на меня, внимание, приготовьтесь, это все время звучит. Конечно, это развивает внимание какое-то, да? На службах нельзя стоять, например, там, крутить головой, нельзя там... На службах нельзя стоять, стоять, как на сцене нужно, как на сцене, да, стоите, и нельзя, ну, как бы себя очень свободно вести так. Я говорю, сейчас я говорю фразу, стойте, пожалуйста, как солдаты, ровно, как на посту. Тогда на них действуют, тогда немножко они смиряются. Конечно, появляется смирение. Вот, кто дети не пропускает занятия, кто очень хорошо так стабильно ходит, они уже научаются. Прямо видно по глазам, что он только на тебя смотрит. Чьи произведения ваши детки поют? Это же ведь такая сложная, очень ответственная музыка. Чаковский, Чесноков, Архангельский. Я десятой части, наверное, только не назову даже. Так как у нас... Мы поем уже небольшую часть литургии, мы же не всю литургию поем, хотя мы сейчас собираемся учить именно все песнопения литургии для того, чтобы служить детские литургии, детские службы. Но вот те прошения... Мы в основном берем обиходные какие-то песнопения, потому что они попроще. У детей в основном нет музыкального образования, очень редкие детки знают ноты, поэтому с ними мы стараемся брать какие-то попроще. Но вот мы, например, запричастные концерты, мы Фатиева поем. Вот этот современный композитор церковный. Мы поем какие-то произведения и Архангельского что-то берем. Но в основном обиход у нас идет. Обиход у нас тоже. Да, в основном обиход. Но они справляются, им интересно. А когда ребенку интересно, он готов горы свернуть. И поэтому получается. На чем здесь строится интерес к церковной музыке и к литургическому песнопению? Ну, ребенку очень важна мелодия. Очень важна. Ему очень интересно, чтобы мелодия была красивая. Вот мы, например, даже брали два запричастных концерта. Текст один и тот же. «При благословенной Сибогородицы Деву». Но одна обиход, а вторая вот авторская Фатиева. И авторская, она с более красивой мелодией, с более развитой мелодией. И когда я спросила, какую мы будем петь, мне сказали авторскую. Очень понравилось. Хотя там мелодия сложная. И там большие скачки, высокая тесситура у сопрано. И тем не менее, сказали, мы будем петь обязательно ее. И мы спели на два голоса. И сейчас уже пробуем даже третий голос петь. Детки развиваются. Даже вот за такой небольшой период мы всего год занимаемся. У Татьяны Викторовны больше, а мы занимаемся всего год. На Рождество 2011 года в Христорождественском соборе Омска впервые пел сводный церковный детский хор. По традиции главные службы года Рождеству Христова и Пасха транслируются в прямом эфире на весь регион. И в минувшее Рождество отметили все. Наконец появились детские ангельские голоса. Надо сказать, что при открытии Христорождественского собора 7 января 2001 года дети тоже были. Воспитанники детской школы искусств номер 14. Тогда исполнили колядки и церковные песнопения. И вот долгожданный дебют на юбилейное 10-е Рождество. В составе сводного хора коллективы Успенского кафедрального собора и Христорождественского. Сегодня в каждом коллективе списочный состав детей не превышает 25 человек. Это мало. Регенты мечтают довести коллективы до 50 участников каждой, чтобы позволить трехголосие и более сложные церковные партии. Но дети уже сегодня готовятся петь литургией полностью. Голоса крепнут, слух развивается. Сегодня в репертуаре и литургическое последование, и православная классика, и обиходные песнопения. В коллективах ждут новых участников. Репетиции в Христорождественском соборе проходят каждый понедельник и четверг с 5 часов вечера до 7. В Успенском кафедральном соборе в субботу в 2 часа дня и в воскресенье сразу после утренней службы. Помимо репетиций для детей организуются православные экскурсии и поездки, совместные трапезы. Дети также проходят курс катехизации. Если обратить внимание на тех, кто приходит в церковь на службу, очень много взрослых людей, очень много ребятишек и практически отсутствуют дети подросткового возраста. Вот священники говорят, это самый такой возраст, когда идет мощный бой за ребенка, когда много чему предлагается внешнего мира, когда уже ребенок свое «я» воспроизводит не так, как в трехлетнем возрасте «я сам» или «я сама», а намного жестче. Он пытается мир устроить по своим правилам, по своим законам. И это время активного отхода детей из церкви. Даже из воцерковленных семей начинается такой бунт. Потом дети возвращаются. Как здесь с хором дело обстоит? Вот в этой возрастной группе от 11 до 15 лет. Вы это на себе уже почувствовали? Да, в хоре то же самое. Нет таких... Да, у меня был мальчик, который изначально пришел. Ему 13 лет уже сейчас. У него тоже мутация. Он пришел и поначалу с удовольствием ходил. А сейчас вот просто вот не пойду и все. Не пойду. И я стала редко увидеть на службах. Я вижу родителей его в храме, его нет. В хоре то же самое. Так же, как и везде. Деток очень трудно удержать в этом возрасте. Но я думаю, и есть такие примеры, что когда ребенок ходил в детстве, и потом он как-то отпал от храма, отпал от церкви, он возвращается туда в более взрослом состоянии, в более зрелом возрасте. Потому что все то, что закладывается в детстве, мне кажется, оно не пропадает зря. Дети учатся в светских школах. Как их сверстники по их рассказам относятся к тому, что они поют в церковном хоре? Ну, конечно, это большая проблема. Например, у меня мальчик, когда сказал в церковном хоре, я пою, да, осуждение. Нет, но у нас есть примеры, когда детки интересуются, другие детки, которые вот одноклассники наших детей, они очень интересуются, они спрашивают, а как это, а что вы там делаете, а что там происходит. Очень интересно, и многие просто начинают в храм приходить, просто посмотреть. Из любопытства. То есть есть момент такой приобщения. А дети все начинают делать первый раз из любопытства. Вы снимаете детей с занятий на церковные службы, потому что церковные праздники, они не всегда выпадают на воскресенье. Как вы решаете вопрос? Ну вот, пишем записочки. Да, вчера я снимала детей, да, мы участвовали в литургии божественной. Да, у нас есть специальные такие освобождения, где мы пишем. Печать от храма. Да, прошу отпустить. Идут к вам навстречу. Вы не встречаете вот какого-то противодействия со стороны? Вообще ни разу не было, чтобы не отпускали детку. Нет, нет, конечно. Такого не было, да? В музыкальных школах тоже так же принято, когда какой-то концерт, пишут освобождение от музыкальной школы, это вполне нормально. Нет, ну понимаете, специфика церкви. Тут, знаете, тут... Немного другое отношение. Да, тут большее такое пристальное внимание. Но у нас пока не было проблем. Нет, я думаю, взрослые люди это понимают, что ребенок в церкви, это же всегда хорошо. Ну не все взрослые воспринимают вот на ура. Ну не все они воспринимают прям с таким восхищением. Бывает, конечно, осуждают и удивляются. Ой, а зачем ты ходишь в храм? Вот ты такой маленький, а что ты там делаешь? А что там такого интересного? Родители очень много внимания уделяют детским садам, специализированным школам искусства и спортивным инстекциям. Мотивируют прежде всего тем, что, во-первых, у ребенка должна быть энергия направлена в созидательное русло, это раз. А во-вторых, есть такой момент очень важный, его никто не отменял, момент социализации. Момент какого-то формирования поведения в обществе, которое за пределами семьи. Ну, мне кажется, церковь – это не самый плохой пример, какой может быть. Я тоже так думаю. Ну, вот как раз детям православным, они же себя чувствуют, как белые вороны в школе, в светской школе. Они когда общаются с одноклассниками, со сверстниками, конечно, очень много искушений и соблазнов. Они там много всего видят мирского, много всего слышат, того, чего не хотелось бы. А когда они приходят в храм, приходят даже на наши занятия, они попадают в свою атмосферу. Свою им близкую, где им хорошо, где они могут поделиться своими какими-то секретами, своими какими-то проблемами даже. Может быть, как-то друг другу что-то рассказать, какие-то тайны, может быть, как-то исправиться. Потому что они же практически все ходят на исповеди причастия. Вот, и может быть, взрослому человеку сложнее сказать какие-то свои тайны детские. А вот между собой они могут поделиться, они друг друга поймут. Мне кажется, Вера, это вообще, вот знаете, вот у вас есть же такой замечательный инструмент для настройки, камертон. Мне кажется, Вера, она как тот самый камертон, очень хорошо настраивает. Вот пришел, настроился, и можно какое-то время нефальшиво постараться звучать. Вот я хочу просто для людей, которые невоцерковленные, сказать, когда звучит в этой студии «Спаси Господи», это означает просто «Спаси-бо». Спасибо вам огромное. Я напоминаю, что у нас были регенты двух молодых детских церковных хоров Успенского кафедрального собора Злата Степанова. Злата вам спасибо. И хора Христорождественского собора, детского церковного хора Татьяна Доценко. Я надеюсь, до следующей встречи. Еще мы увидимся. Кажется, в этой программе мы совсем не говорили об антропии. И это радует. И хочется мне еще раз озвучить слова отца Савазия при освящении церкви Рождества Богородицы. Даже если нет какой-то идеологии, то сумма идей, имеющих в жизни общество движения, становится идеологией. Сами по себе растут только сорняки, потому лучше что-то сеять. И лучше семени евангельского, семени Божьего пока еще ничего не нашли. Мы встретимся с вами ровно через неделю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok